Слава Богу! Зато хотелось бы, чтобы Господь вот эту молитву нашей души услышал, принял её, чтобы все ваши молитвы, дорогие братья и сёстры, были услышаны, и Господь благословил вас. Я рад приветствовать вас сегодня в этот воскресный солнечный день, который обещает быть очень хорошим и красивым. И хочу пожелать, чтобы Господь благословил вас всех, чтобы Господь послал вам свою милость, своё благословение, потому что мы в этом нуждаемся, и Господь хочет излить своё благословение на каждого из нас. Мы приближаемся к тем дням, когда мы будем вспоминать смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, в этот период мы как-то особенно вспоминаем тех людей, которые там были на пути Иисуса Христа, те события, которые происходили. Мы примиряем, может быть, чужие одежды на себя, думаем, как бы мы поступили, думаем, как бы мы сделали, что бы мы сказали, что бы мы не сказали. И, знаете, это особенно близко подходит каждому из нас. И я сегодня хочу говорить о том, об одном событии, которое произошло, ну, как по календарю, уже произойдёт через какое-то время, буквально через несколько дней. И хочется, чтобы мы из этого извлекли себе урок, чтобы это было направлением нашей жизни, чтобы это было нашими стремлениями, нашими желаниями. Я хочу привести вас пример, чтобы это было действительно примером подражания для вас. Мы откроем Евангелие от Марка, 14 глава, я буду читать с 3 по 9 стихи. Евангелие от Марка, 14 глава, с 3 по 9 стихи. «И когда он был в Вифании, в доме Симона Прокажённого и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на неё, но Иисус сказал, «Оставьте её, что смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете со Мною, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело моё к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелии, и в целом мире сказано будет в память её и о том, что она сделала». Вы знаете, этот отрывок как-то особенно пришёл на мою память, когда я ещё думал, что я буду говорить через несколько недель. И это время, когда мы, как я уже сказал, когда мы приближаемся к дню смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Хочется быть похожим на кого-то из этих людей, хочется быть похожим на кого-то из тех действующих людей, которые были. И мне кажется, что Мария, она является одним из тех. Когда мы начинаем читать, пришла женщина с салавастрым сосудом из нарда чистого драгоценного. Драгоценного. Нарда чистого драгоценного. Я сегодня не буду, у меня нет времени говорить много об истории, о ценности, о химии, обо всём, что есть. И сегодня хочу говорить то, что было в сердце этой женщины, и то, что хотелось, чтобы было в сердце каждого из нас. Она принесла для своего учителя драгоценное. Насколько оно было драгоценное? Вы знаете, драгоценно так, как оно относится к вам. Если вы помните, когда Иисус Христос смотрел на тех людей, которые жертвовали на храм, и он увидел женщину, которая положила две лепты, это было драгоценно для неё. Действительно, это было драгоценно для неё, потому что она отдала всё это пропитание. Может быть, в нашей жизни мы часто отдаём Господу, может быть, то, что у меня остаётся лишнее. Может быть, я как-то без этого обойдусь. Я как бы это сделаю, это для Господа, это хорошо. Но так ли оно драгоценно для вас? Эта женщина принесла действительно драгоценность. она стоила многого в её глазах. Но вы посмотрите, что она, когда мы будем посмотреть в этом дальше, она стоила многого в глазах Господа. Как и что мы приносим для Господа? Как это вообще оценить? трудно это посчитать в долларах или не знаю, в каких-то там в чём-то, но даже про доллары. Ну, подумайте, сколько, к примеру, как ваши пожертвования в церкви соотносятся с тем, сколько вы тратите на рестораны, на множество тех инстаграмных, фейсбуковских путешествий, которые везде высвечиваются. И сколько мы даём для Господа? Это действительно драгоценно, то, что мы отдаём для Господа? Или, ну, это там, что осталось у меня после последнего отпуска? Ну вот, то я и отдал. Братья и сёстры, многие говорят, отпуск – это святое, я ещё против не имею. Но действительно или это драгоценность для вас? Чтобы мы отдавали этого от чистого сердца? Или время? Я слушал и слушаю нынешнего старшего пастора и Валерия Петровича раньше говорит, ну, братья и сёстры, ну вы хотя бы один раз в неделю придите на служение. Возлюбленные, ну вы хотя бы, я знаю, что здесь многие сидят, которые и три раза бывают, но вы хотя бы один раз придите на служение. Как это соотносится с тем временем, которое мы имеем и которое мы готовы отдать Господу, которое мы готовы, ну может быть, если вам не совсем нравится посидеть в служении, просто посидеть, ну, что-то сделать для Господа, послужить ближним, поучаствовать в том-то, сделать что-то. Как это время? Оно то, что никогда ничего не остается, или то, что мы все-таки делаем? Второе, Иисус Иисус говорит, «Она доброе дело сделала для меня», и дальше «Она сделала, что могла». Мне иногда хочется сказать «Она сделала все, что могла». Ну, как бы это так, так оно как бы ассоциируется в нашем сознании. «Она сделала все, что могла», потому что мы хотим сделать вот это все. Но Христос так не сказал, «Она сделала, что могла». Что мы можем делать? Как мы можем это сделать так, чтобы заслужить похвалу от Господа? И здесь уже раскрывается совершенно другая картина. Хотите ли вы угодить Господу, или вы хотите угодить людям? Там, в этой горнице, в этой комнате, там вошло возмущение. «Ох, ты не так сделала, ты не так поступила, ты принесла слишком много, ты это все еще и разбила, ты там сделала такое дело, а это деньги? Все, все это пошло». Вы знаете, если в своей жизни вы будете искать одобрение людей, чтобы люди вас одобрили, то, что вы сделали, если вы будете искать тех, которые, искать только того, на которое каждый кинет, «Ой, какой вы хороший, принесли целый доллар», или еще что-то, «Ох, вы сегодня пришли на собрании, мы очень рады вас видеть, мы уже не видели вас три месяца». Дорогие мои, Господь видит ваше сердце, Господь видит ваши чувства, как вы этому делаете, что вы для Него совершаете, и Он ценит ваш труд. Не ждите, деньги, не ждите, когда у вас появятся деньги, их никогда не будет, вы будете зарабатывать все больше и больше, а денег будет оставаться все меньше и меньше, и несмотря на все, несмотря на это, ваши расходы, почему-то все будет увеличиваться, увеличиваться, и вы не сможете сводить ваши концы с концами. Не ждите, когда что-то чудесное произойдет, и вот вы тогда сможете послужить Господу. Или о времени. Ох, когда-то у меня будет очень много времени. Я думаю, молодежь сейчас думает, ох, у меня сейчас, я в школу хожу, мне это домашние работы делать, все это занимает столько времени. Потом начнется колледж, университет, потом начнется романтика, любовь, потом начнутся дети, и вы будете работать, потом будут дети большие, и вы будете еще больше работать, потом дети станут уже вообще большими, и к вам придет какие-то болячки, вы уже будете ступать только твердо на одну ногу, на другую вы уже не сможете ступить, вам надо будет сидеть у доктора по полдня, и вы никогда не найдете этого времени. Время, которое вы можете посвятить Господу, оно сегодня, оно сейчас, оно не придет когда-то в будущем, с каждым днем, с каждой минутой у вас и у меня его остается только меньше, поэтому посвятите его тому, кто сделал очень много для вас. Хочу обратиться еще к молодежи, вы думаете, ну вот, да, у нас еще нет ни денег, не заработали, ни времени, как бы не научились мы еще им пользоваться, посвятите жизнь свою Господу, направьте ваши шаги так, как хочет Господь, и у вас очень многое изменится в вашей жизни, у вас очень многое поменяется, потому что это Господь вас научит, это Господь вас направит и поможет вам это сделать, пусть благословит вас Господь. И здесь еще хочу обратить внимание, Иисус говорит, она сделала, что могла. Для нас, жителей уже не 20-го, 21-го века, кажется, ну, это не такой big deal. Ну, зашла там в комнату, сделала что-то, помазала, вышла, и вот уже все сделала. Ну, я так, может быть, утрируя, ну, попробуйте кто-нибудь, ну, вас, братья и сестры, может быть, помоложе кто-то, вот там, когда у нас в пятницу братский совет был, придите там старшему пастору, повесьте какой-нибудь галстук красивый, ну, это не жена, конечно, а кто-то так, вот из церкви, там сидит 32 брата, и попробуйте, зайдите, это сделайте, как вы себя будете чувствовать, это надо будет перебороть себя, это надо будет потерять это, как то это, побороться со своими чувствами, побороть это стеснение, чтобы зайти, это сделать, эта женщина, я уже не буду говорить сегодня о том, насколько там это было трудно женщине войти туда, в этот, туда, в эту комнату, сделать то, что она сделала, но она это сделала, это Господь говорит, она сделала, что могла, даже в нашем, если вот в таком ракурсе, как я вам сказал, и то это трудно сделать, но она сделала, для того, чтобы это сделать, надо побороть себя, надо преодолеть какие-то свои препятствия, надо, наверное, самое главное, и не, наверное, а точно попросить у Господа силы, попросить у Господа мудростью это сделать, и она, и Христос говорит, она предварила помазать тело мое к погребению, еще никто не знал, еще Христос был с ними, еще они там вместе сидели, но смерть его, его страдания уже были не за горами, она помазала его тело, она приготовила его к погребению, и последнее, истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сия, в целом мире сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала, я бы назвал, вы знаете как, пришла женщина, ушла звезда, в нынешнем мире, пришла женщина, но которую знали, Иоанн говорит, Мария, которую знали несколько человек, ну, может быть, несколько десятков человек, ушла звезда, которую знает весь мир, ушел человек, которого знает все небо, как это драгоценно для каждого из вас, я уже не говорю о мире, чтобы небо знало вас, чтобы Господь знал, что вы сделали, позапрошлое воскресенье, этот хор пел одну песню, я прямо во время песни, она меня очень коснулась, эта проповедь уже была у меня в голове, я прямо тогда начал записывать, небо, небо правду знает, небо верных принимает, Стефан, Павел, Магдалина, Иоанн, Филипп, Мария, Тит, Лука, Андрей, Варнава, имена и с ними слава, о, дай Бог, свое услышать имя между ними. Мы иногда думаем, что у нас когда-то будет еще время, мы иногда думаем, что у нас когда-то будет время, деньги, все, что угодно, чтобы послужить Господу. Это время есть только сейчас. И вы знаете, это время было только тогда, этот был момент, когда у Марии, чтобы подойти туда, к Иисусу, чтобы сделать то, что она сделала, помазать его, приготовить погребенье, она это сделала. Ее имя стоит там, в небесах, между теми спасенными, которые сделали все, что могли. Хочу призвать вас, мои дорогие, в эти предпасхальные дни, да и в любые дни вашей жизни, если Господь вас побуждает, если Господь говорит к вашему сердцу, не заглушайте этот голос, делайте то, что вы можете сейчас, не потом. Вы можете отдать ему свою молодую жизнь, это будет намного лучше, намного справедливее, чем где-то потом, в конце, между болячками, искать время, смогу ли я еще когда-нибудь прийти к Господу. Цените этим, дорожите этим. И как бы хотелось, чтобы ваши имена, те новые имена, которые вам Господь даст вам в будущем, чтобы они действительно были там записаны у акса в небесах. Он, она, сделали, что могла, сделал, что мог, потому что он был моим детем, он служил мне. Да благословит вас всех, Господь, мои дорогие. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, в этот утренний час мы сердечно благодарим Тебя, что Ты являешься нашим Господом и Творцом, Ты являешься нашим Спасителем, и мы приходим к Тебе в этот час. Благодарим Тебя за Твою голговскую жертву, благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю ради каждого из нас, и Ты хочешь, чтобы мы в своей жизни служили Тебе, поступали так, как хочешь Ты, чтобы мы делали то, что Ты хочешь, Господь, побудия сердца каждого из нас, чтобы в своей жизни свою жизнь мы не тратили напрасно, но чтобы мы ее отдавали для Тебя, чтобы мы продолжали Твое дело здесь на земле, чтобы еще многие люди могли познать о Тебе, чтобы они могли преклониться к Тебе и могли служить Тебе. Господь, дорогой, благослови моих братьев и сестер и дальше трудиться для Твоей славы, любить Тебя больше, совершать дело служения Твоего. Особенно, Господь, благослови тех, кто еще ничего не сделал для Тебя, который, может быть, еще стесняется войти туда, в горницу к Тебе, который, может быть, думает, что у Него очень мало еще есть, что положить пред Тобою. Господь, Ты утверди такие души, дай им решимость, дай им это огромное желание служить Тебе, делать все, что они могут для Тебя, чтобы они в итоге были Твоими детьми, Господь. Благодарим Тебя за то, что там, в Твоей славе, на небесах, Ты записал наши имена. Господь, дорогой, я молю Тебя, чтобы ни одно из этих имен, ни одно имен этих душ, которые находятся здесь, оно не пропало, оно было записано там, пред Твоим престолом, чтобы еще и многие люди еще пришли и нашли свое имя там у Тебя и были вместе с теми героями веры, которые в прошлом любили и служили Тебе. Благослови всех нас в этом, Господь, благослови продолжение этого служения, чтобы мы вместе молились, славили, любили Тебя и во всем всегда были благодарны Тебе. Прославься, наш любящий Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь.